Старшая дома по адресу Ярославская, 13, пришла на прием к Владимиру Гризину озвучить не только проблемы своего дома, а целого района, в котором он расположен. Вопросов у женщины накопилось немало. Жители в буквальном смысле боятся выходить из дома, как только стемнеет. Им мешает бесхозная пожарная башня, возле которой постоянно собираются наркоманы и бездомные. Аварийные деревья, одно из которых не так давно чуть не придавило двоих детей. И отсутствие светофора на перекрестке, где не прекращаются пробки и нельзя спокойно перейти дорогу. Но больше всего Людмилу Викторовну волнует вопрос с освещением. У нас провели электричество, поставили столбы, поставили кобры, но забыли уже два года третий подключить. 28 числа этого года был избит шахтер там, шел пол 11 вечера с работы напротив пожарной части. Выскочили из кустов, избили, перебили ребра. По словам Владимира Григорьевича, большинство людей приходят к нему именно с коммунальными проблемами. Но как бы там ни было, депутат внимательно слушает каждого и помогает найти выход. Решение ряда вопросов обдумывает сам. Другие поручают местным чиновникам, главам районов города и сотрудникам подрядных организаций. Есть и вопросы, которые связаны непосредственно с деятельностью Государственной Думы. Есть и законодательные инициативы, которые я забираю в Москву. Ну, в основном, конечно, наверное, 80% это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Личный прием депутата Госдумы – хорошая возможность задать именно те вопросы, которые порой не в силах решить местные власти. И такая возможность предоставляется всем без исключения один раз в месяц. Татьяна Понасенко, Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города.